Село Васильевка 16 июня в рамках фестиваля «Украинская Бессарабия» приглашали на семейный праздник, где всех посетителей ожидала бесплатная мороженая, бессарабская кухня, развлекательная программа для детей. Согласно афише посетителей, в фестивале ожидали уникальные бессарабские блюда – каварма, курбан, мамалыга и много чего другого. Мы не применули посетить фестиваль, который в прошлом году прошел в Белгороднестровском, Измаиле, Рени, Килии. В этом году «Украинская Бессарабия» стартовала 1 июня в Белгороднестровской крепости. Второй концерт состоялся в болгарском селе с 4000-м количеством жителей Васильевка, Болградского района. Как сообщили зрителям, фестиваль уже второй год проходит на юге Одесской области при финансовой поддержке Министерства культуры Украины и организационном содействии Национального хореографического союза Украины. Из сценариев можно было узнать, что художественный фестиваль «Украинской Бессарабии» – ежегодное культурное событие на юге Одессины, идейная основа которого – исполнение бессарабских мотивов и фольклора известными украинскими коллективами. На стадионе села была установлена большая сцена с отличным звуком, благодаря которому была прекрасная слышимость. Да, город Черноморск. Приехали по работе, попали на праздник, но здесь мои родственники живут. Все детство я посещала такие праздники, и я думаю, что сегодня случайно попало, получу удовольствие. Ведущий приветствовал всех христиан с праздником Святой Троицы и пожелал добра, светлых мыслей и веры в общее лучшее будущее. Также зрители узнали, что было приложено много усилий, чтобы Васильевке завидовала вся Бессарабия. И был представлен молодежный лидер фестиваля – энергичный и упорный Вениамин Унгурян. Ответственный и уважаемый человек сельский голова Петр Бойчев, который, выступая перед зрителями, поблагодарил Дом культуры, аппарат сельского совета, жителей, церковь, молодежь, подготовки фестиваля. Пять сел со 143-го округа – это села Болградского района. Это Пановка, это Васильевка, Табаки, Владачени, Виноградовка – они все приглашены здесь. Все будут, да? Будут, ну, чуть-чуть, кто опаздывает, кто там. Обычно болгары вот такие, они всегда на час поздно. По гастрономической части на фестивале действительно была представлена кухня усилиями местных предпринимателей. Ароматный шашлык, поджаренные до золотистой кожечки ребра, колбаски и сладкий перец. Тут же в течение четырех часов томилась шурпа. Заготовку этого блюда взялся житель села Николай Томик. Приблизительно через час блюдо было готово. Желающие попробовать бесплатно шурпу выстроились в очередь. Детям и взрослым была представлена творческая площадка, где с помощью мастеров областного центра украинской культуры прошли мастер-классы. Большой интерес проявили к творческому процессу дети, которые из ленточек изготавливали браслеты, декорировали в технике декоративной уросписи, увидели, как в руках мастера из мягкого материала глины создаются разнообразные предметы. Был и платный мастер-класс по росписи писанки. На еще одной площадке территории стадиона проходила игра, которую проводили волонтеры, одетые в майке фестиваля украинской бессрави. Как вам фестиваль? Интересно. Я даже, знаешь, жена картошку поставила, она была картошкой, укропом, и надо было масло взять, и это так, в майне. Я очень часто, когда у нас с жизнью случаются проблемные моменты, когда у нас страдания происходит в жизни, посмотрю, она ждет картошку, я пришел с велосипедом, смотрю, ты бари картошку, я потом приду. Любите фестивали? Не пропускаете? Никогда. Особенно, когда у нас в фестиваль борьба идет. По поводу концертной программы, она была сформирована из разных составляющих. Одна из женщин сообщила, что в селе накануне анонсировали праздник и обещали приезд в Виннико. Сказали, что Олег Виннико. Сказали, в пятницу у нас тут был концерт детям. Да, сказали на этом концерте. На самом деле, христианскую часть концерта представил коллектив села Егидное Життя и певица Дарина, одного из молельных домов села. Организатор фестиваля Министерства культуры Украины привез артистов из Киева. Академическую мужскую хоровую капеллу имени Левка Ревудского. Коллективу в этом году исполняется 50 лет. Также приехал квартет солистов капелла «Импрессио», где работает лауреат международных конкурсов Анна Зарецкая. В их исполнении звучали украинские народные и эстрадные песни, мировая классика, эстрадные хиты. Высокий уровень исполнения вызывал неоднократно аплодисменты тех, кто целенаправленно пришел посмотреть концерт. Еще одну часть концерта составляли артисты из Одессы. Народная этногруппа «Зор Цвит», солист Одесского областного центра украинской культуры, лауреат Международных всеукраинских фестивалей Михаил Левицкий, ряд интересных композиций представил образцовый ансамбль «Танцы детства», руководитель «Народный артист Украины» Юхим Коган, который привез 100 человек своего коллектива. В течение всего мероприятия на стадионе находилась машина семейной медицины, дежурили сотрудники полиции. Для соблюдения чистоты на празднике повсюду были установлены большие бочки для мусора, которые к концу праздника были заполнены доверху. Исходя из эмблем, представленных на сцене, можно было понять, что среди организаторов Центр устойчивого развития Одесса – Одесская облгосадминистрация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok